Эту часть курса «Инженерия знаний и образовательная среда» я посчитал правильным открыть цитатой, связанной с образованием, из рассказа Михаила Жванецкого «Письмо сын». Образование помогает терпеть унижения. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение даже в тюрьме. Образование значит жить дольше. Я не знаю, Миша, как это получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче. Лучше, то есть с удовольствием. Богатый созерцает, что он получает. Образованный сравнивает то, что видит, с чем-то внутри себя, и не нуждается в лишнем. Ему легче проникнуть и понять другого. То есть, Миша, образованный понимает темного человека, а темный не понимает образованного. Темный ни разу в жизни не сказал слово «опровержение» или «трепетный», или «волнующий». Он даже не сказал «я с трудом пережил ваш отъезд, девушка». Миша, он женщине не оставит воспоминаний, потому что запоминаются не поцелуи, сынок, запоминаются слова. У темного человека неинтересное молчание. Мы с тобой, помнишь, говорили, что образование – это память. Это память тоже. Это не цитирование прочитанного, это формулирование своего на базе прочитанного. Даже неточное цитирование уже свое. В суматохе, Миша, нельзя терять мысль. Мыслей не так много. Шуток – миллионы, мыслей – сотни, идей – десятки, законов – единицы. Их знают все. Все знают одну идею темного человека. От него ждут хотя бы самообразование, хотя бы впечатление от прочитанного. Не от кино. Кино не рождает зрителей идею или мысль, только книга. Она научит и здоровью, и силе воли. Когда полистаешь кого-нибудь и прочитаешь у кого-нибудь, пусть твой сын будет образованным. И диплом тут ни при чем. Он должен знать, что в предложении «ни при чем» все слова пишутся раздельно. Все. Мама на вас ставила обед на кухне, подогрей себе, я вернусь поздно. Много вызовов и мало лифтов. Пожми мне руку, и я пошел. Стать образованный, счастлив в старости. Отец Михаила Жванецкого, Эммануил Моисеевич, работал врачом. В те времена врачи лично ходили к пациентам по вызову. Этим объясняется фраза «много вызовов и мало лифтов». Обращу ваше внимание на то, что в тексте слово «образование» подменяет слово «знание». Хотя эти понятия для современного человека значительно различаются по семантике, но во времена, когда могло быть написано это письмо, они совпадали в картине мира современников. Опираясь на этот пример, можно связать понятия образовательной среды и инженерии знаний, как дисциплины, ключевой задачей которой является обеспечение максимального сближения понятий образования и знания. Биологический вид, к которому отношусь я и уважаемые слушатели, как всем известно, носит на латинском языке название homo sapiens. С самого зарождения нашего вида большинство его представителей решали задачи, связанные с выделением, сохранением и передачей знаний. Эта деятельность позволила виду не только выжить, но и занять привилегированное место в животном мире. «Безусловно, что все слушатели курса инженерии знаний и образовательной среды являются homo, и также, безусловно, что все мы являемся sapiens, но при этом в различной степени. Задачей нашего курса является повышение степени sapiens каждого слушателя». Предыдущая фраза становится понятнее после следующего разъяснения. Не всем, вероятно, известно, что точным переводом на русский язык в латинского понятия homo sapiens является словосочетание «человек-знающий», образованное от активного причастия глагола sapere «знать». Согласитесь, что широко распространенное понятие «человек-разумный» имеет несколько иной смысл. Явление, выразившееся в подмене понятий, называется когнитивным искажением. Данное искажение, возникшее в процессе перевода, имеет прямое отношение к дисциплине инженерии знаний. К сожалению, когнитивные искажения возникают не только в процессе перевода, но и во многих других случаях, возникающих в процессе простого вербального обмена знаний. Поскольку вербальность является на сегодня основным способом коммуникации между носителями естественного интеллекта, это является значимым фактором для взаимопонимания при коммуникациях в общем и передачи знаний в частности. Этот курс посвящен инженерии знаний, дисциплине, которая направлена на создание методик и инструментов, обеспечивающих оптимальный процесс преобразования информации в знания и обмена знаниями между субъектами, обладающими интеллектом, как естественным, так и искусственным. Впервые об управлении знаниями задумались разработчики интеллектуальных систем в информатике. Одновременно постановка этой проблемы сопрягается с междисциплинарным подходом к изучению знаний и касается разных сторон социокультурной практики в областях философии, психологии, лингвистики, математики и менеджмента. В процессе взаимодействия принципов и представления картин реальности, формирующихся в различных науках, все более усиливаются. Все чаще изменения этих картин реальности протекают путем парадигмальной прививки идей других наук, а не под влиянием внутридисциплинарных факторов. Происходит постепенное стирание жестких разграничительных линий между картинами реальности, которые определяют видение предмета в рамках той или другой науки. Появляется целостная, общенаучная картина мира. Понятие информации становится таким же фундаментальным, как материя и энергия, поскольку в сложных, саморазвивающихся системах друг в друга проникают не только вещество и энергия, но и информация. Мне представляется важным акцентировать внимание слушателей на понятии, неразрывно связанном как с созидательной деятельностью человека, так и с процессами инженерии знаний, хотя и не в явном виде. Это понятие – время жизни человека. Мы нечасто задумываемся о самом главном ресурсе человеческой жизни – времени. Мы его получаем при рождении и часто беспечно расходуем. Обычно на него покушаются события, в которые мы вовлечены, окружающие нас люди и информационные потоки. На слайде для фиксации вышесказанного помещена фотография памятника потерянного времени, установленного в Париже, и приведена цитата из Ньюиса Кэрролла про то, что время не любят, когда его убивают. Фундамент общественных отношений – символический обмен поступками, благами. Формально, всеобщий эквивалент – это деньги, на которые обмениваются различные товары, работы и услуги. Практически все продается и покупается за деньги. Отсюда выражение – деньги правят миром. Создается иллюзия, что они на самом деле являются важнейшим благом. Но так ли это? Какую ценность представляют деньги для человека, которому грозит немедленная смерть, или который находится на необитаемом острове? По всей видимости, никакой, ведь он попросту не сумеет ими воспользоваться. Деньги имеют ценность лишь потому, что позволяют человеку приобретать определенные блага и улучшать тем самым свою жизнь. При этом, если деньги – это восполнимый ресурс, то время жизни нет. Поэтому правильно было отмечено, что время стоит дороже денег. Нобидевский лариат по экономике Гарри Беккер в своих работах отмечает, что единственным редким ресурсом человека выступает ограниченное количество его времени. Деньги являются лишь инструментом, при помощи которого человек пытается улучшить свою жизнь. Фактически, основополагающим эквивалентом в социальном обмене является время жизни человека, как ценность, детерминирующая его мировоззрение и поступки. Самым простым выражением ценности времени является его необратимость. Наиболее важный критерий ценности времени – наличие смысла жизни, что придает значимость происходящему и желательность будущему. Время жизни, будучи благом, имеет определенную полезность, изменение которой и предопределяет поведение человека. Чем меньше перспектив в будущем фиксирует субъект, тем меньше указанная полезность. Например, одним из объяснений девиантного поведения является низкая оценка времени собственной жизни, отсутствие перспектив в будущем. Повышение уровня знаний, безусловно, повышает полезность времени жизни человека. Когнитивные искажения, приводящие к когнитивным ошибкам и мешающие нам в основной деятельности хомо-сапиес, превращению во все более знающего субъекта. Что же это? Понятие «когнитивные искажения» было введено Даниэлем Каннеманом и Амосом Тверски относительно недавно, в 1972 году, и наряду с понятием «когнитивные ошибки» получило широкое распространение. Под когнитивными искажениями понимаются систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе неточных убеждений, внедренных в когнитивные схемы, и которые легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей. Таким образом, речь идет не о случайных ошибках, а о таких, которые предсказуемо возникают в одних и тех же обстоятельствах. Тема ошибок мышления, когнитивных, языковых, логических, имеет долгую историю. Так, логические ошибки мышления были выявлены и систематизированы еще Аристотелем. Прошло более двух веков лет развития логики, а люди до сих пор делают все те же ошибки. Почему? Только в последние десятилетия раскрытие механизма работы мозга человека, благодаря важным открытиям в области наук о мозге, позволило объяснить причины ошибок мышления. Однако оказалось, что объяснение причин ошибок еще не означает, что человечество может быть избавлено от них. Вы все можете знать о когнитивных искажениях, понимать их природу, даже знать, как с ними бороться, но ваш мозг все равно будет их производить. Он так устроен с багами. Объяснение ошибок мышления работы мозга подвело к пересмотру представлений о человеке, как всегда поступающем рационально, и потребовало более внимательного отношения к ошибкам мышления и в целом понятию рациональности. Поскольку основной задачей дисциплины инженерии знаний, которой посвящен наш курс, является преобразование информации в знания, следует учитывать влияние на эти процессы, когнитивных искажений, мешающих качественному выполнению этой задачи. Рассмотрим причины когнитивных искажений и возникающих по этой причине ошибок несколько подробнее. Нобелевский лауреат 2002 года Даниэль Каннеман в книге «Думай медленно, решай быстро» анализирует ошибки оценочных суждений и их выборов. Его подход основан на представлении о работе мозга в двух режимах, которые он называет «Система 1» – режим быстрого автоматического мышления, и «Система 2» – режим медленного мышления, требующего определенного усилия, например, умножить число 17 на 24. Дэвид Каннеман отмечает, что, думая о себе, мы подразумеваем «Систему 2», сознательное «я», имеющее убеждение и принимающее решение, о чем думать и что делать. Однако, несмотря на то, что «Система 2» считает себя главной, но именно «Система 1» порождает впечатление и чувство, которое является главным источником сознательного выбора. «Система 1» генерирует удивительно сложные схемы мыслей, а «Система 2» упорядочивает их в определенные последовательности шагов. «Система 1» отвечает за видение и ориентацию, это требует непрерывного внимания. «Система 2» контролирует поведение и отвечает за самоконтроль. По мнению Канемана, в одной из главных характеристик «Системы 2» является ленность, нежелание тратить силы больше необходимого. Но с нашей точки зрения правильнее назвать это оптимальным подходом к решению вопросов. «Система 1» импульсивна и интуитивна, «Система 2» способна к рассуждениям и осторожна. Наша интуиция иногда нас подводит, и из-за этого мы принимаем неправильные решения. Канеман отмечает, что люди слишком самоуверенны, склонны чересчур доверять собственной интуиции. Очевидно, многим претят умственные усилия, и их стараются избежать любым возможным способом. Тех, кто избегает греха интеллектуальной ленности, Канеман называет вовлеченными. Они внимательнее, интеллектуально активнее, менее склонны удовлетворяться поверхностно-привлекательными ответами, более скептически относятся к своей интуиции. В нашем случае мы отнесем категорию вовлеченных тех слушателей, которые не спешили с ответом, человек разумный в определении «хомо сапиенс». Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины когнитивных искажений, приводящие к возникновению когнитивных ошибок. Прайминг. Эффект предшествования. Фиксированная установка. Теория прайминга объясняет механизм памяти на основе ассоциаций. Отдельные мысли и чувства, испытанные в прошлом, вспоминаются и ассоциируются с новой информацией. Идеи и представления, связанные с определенными эмоциями, стимулируют ассоциирующиеся с ними чувства и реакции. Прайминг проявляется в изменении скорости или точности реакции на последующие стимулы, или же в более вероятном спонтанном воспроизведении первого стимула, подходящего к условию. Основная часть работы мышления проходит скрытно от сознательного «я». Мысль об ограниченном доступе к собственному разуму трудно принять, поскольку она не соответствует нашим ощущениям. Тем не менее, мы знаем о себе меньше, чем нам кажется. В частности, мы не осознаем события, которые влияют на наши действия, а также влияние идей, концепций, слов. Но именно в результате их влияния формируются определенные установки. Каннеман приводит пример. Мысль о деньгах дает установку на индивидуализм, нежелание взаимодействовать, откликаться на просьбу. Мысли о старости заставляют людей медленнее ходить. Эффект предшествования довольно устойчив и широко используется для манипуляции сознанием людей, например, в голосовании. Тем не менее, мы не полностью зависимы от того, какие установки нам дает окружающая среда. Эффект предшествования устойчив, но не силен. Исследования эффекта предшествования прайминга ставят под сомнение наше восприятие себя, как сознательных и независимых творцов своих суждений и сознательных выборов. Прайминг, эффект предшествования, фиксированная установка, в психологии представляет механизм имплицитной памяти, обеспечивающий неосознаваемое и непроизвольное влияние некоторого стимула на обработку последующих стимулов. Прайминг проявляется в изменении скорости или точности реакции на последующие стимулы. Работа системы 1 создает ощущение когнитивной легкости с иллюзиями правды, приятными чувствами и пониженной бдительностью. В мозгу постоянно идет работа, постоянно проверяются и обновляются ответы на вопросы. Происходит ли что-то новое? Нет ли угрозы? Все ли идет хорошо? Не нужно ли переориентировать внимание? Не нужно ли затратить на это задание больше усилий? Одна из целей системы 1 – определить, нужно ли включить более серьезную работу в систему 2. Что дает ощущение когнитивной легкости? В результате повторения событие кажется знакомым. Четкое отображение текста создает иллюзию правильного содержания. Подготовленная мысль кажется хорошей. Хорошее настроение создает иллюзию отсутствия угрозы. Связь позитивных эмоций с когнитивной легкостью эволюционно обусловлена. Она позволяет различать опасные и безопасные предметы и места обитания, а также формирует простейшую базу для социальных отношений. Таким образом, они являются основой связности и социальной организации, главных источников психологической и социальной стабильности. Каннаман рассматривает несколько когнитивных ошибок, например, ошибка поспешного вывода. Механизм поспешных выводов основан на том, что система 1 не отслеживает альтернативы, игнорирует сам факт их существования, подавляет сомнения. Альтернативами и подверженностью к сомнениям ведает система 2. Но если она ослаблена, получаем ошибку поспешных выводов. Когда система 2 ослаблена, что, например, может быть обусловлена усталостью, человек готов поверить чему угодно. Так, например, известно, что реклама влияет сильнее на усталых людей. Система 1 работает только с текущей информацией. Она строит наилучшие из возможных истории о действительности. Но когда информации мало, система работает как механизм для поспешных выводов. Склонность делать поспешные выводы из ограниченного количества данных, Каннаман называет эффектом вьюзиальти, сокращение фразы, «What you see is all there is» – «Что ты видишь, то и есть». Механизм вьюзиальти влияет на субъективную уверенность. Мы часто не учитываем возможность того, что у нас нет данных для формирования суждений. То есть мы учитываем только то, что есть. Например, на вопрос, будет ли Александр хорошим лидером, если нам известно, что он умный и сильный. Нам приходит в голову быстрый ответ «Да». Однако мы поторопились. Каннаман отвечает, что оценивая Александра в роли лидера, необходимо было начать с вопроса «Что нужно знать, чтобы сформировать мнение о хорошем лидере?». Механизм работы системы-1 в этом случае был следующим. С первого же прилагательного система-1 принялась за самостоятельную работу. Умный – хорошо, сильный – отлично. Это лучшая история, которую можно построить по другу прилагательному, и система ее создала с большой когнитивной легкостью. Теперь даже если появится новая информация, например, что Александр склонен ко лжи, историю пересмотрят, но субъективного дискомфорта не будет, первое впечатление все равно кажется предпочтительным. Эффект юзиальти состоит в том, что ни количество, ни качество доказательств не влияет на субъективную уверенность отдельных индивидов. Вера в собственные убеждения зависит от качества истории, составляемой на основании увиденного, даже если увиденного немного. Фрейминг – от английского слова frame, рамка, обрамление. Это процесс управления смыслом информации путем отбора и освещения одних аспектов темы и исключения других. Форма подачи информации влияет на ее восприятие человеком и приводит к когнитивным искажениям. Одно и то же утверждение, в зависимости от формулировки и смысловых акцентов, может быть представлено как в негативном, так и в позитивном свете, в качестве выгоды или потери. Когда мы сообщаем наши фреймы другим, мы управляем смыслом, потому что мы утверждаем, что наше толкование темы должно быть воспринято как истинное по сравнению с другими возможными объяснениями. Например, утверждение «выживаемость в течение месяца после операции» составляет 90%, успокаивает больше, чем эквивалентное утверждение «смертность в течение месяца после операции» составляет 10%. Эквивалентность формулировок очевидна, но человек обычно видит лишь одно из них, для него существует лишь то, что он видит. Когнитивные искажения возможны при поступлении информации как в вербальном, так и в визуальном виде. В качестве примера визуального фрейминга на текущем слайде представлена оптическая иллюзия Бенхауза или круги Титченера. Два оранжевых круга имеют совершенно одинаковые размеры, тем не менее, левый круг кажется меньше, и это вопрос формы представления информации. Два круга, идентичные по размерам, помещаются рядом, причем вокруг одного из них находятся круги большого размера, тогда как другой окружен мелкими кружками, при этом первый круг кажется меньше второго. Существуют когнитивные ошибки в оценочных суждениях, которые появляются под влиянием эмоций, например, страха, ненависти. К таким ошибкам можно отнести следующие. Персонализация. Склонность человека интерпретировать события в аспекте личных значений. Например, люди с повышенной тревожностью считают, что события, совершенно не связанные с ними, касаются их лично или направлены против них. Дихотомическое мышление. Склонность человека мыслить крайностями в ситуациях, задевающих его чувства, в ситуации опасности. Человек воспринимает мир в контрастных красках, отвергая полутона и нейтральное эмоциональное состояние. Например, человек делает предсказания о наиболее худшем исходе, без учета других вариантов. Выборочное абстрагирование. Склонность игнорировать другую информацию. Вывод делается на недостаточных основаниях. Произвольное умозаключение. Умозаключение, которое является бездоказательным или противоречащим фактом. Например, работающая мать в конце тяжелого рабочего дня делает вывод. Я плохая мать. Сверхгенерализация. Неоправданное обобщение на основе единичного случая. Например, в осень неудачного свидания девушка делает вывод. Все мужчины одинаковы. У меня никогда ничего не получится в отношениях с мужчиной. Катастрофизация. Преувеличение негативных последствий какого-либо события. Например, эти люди обо мне плохо подумают. Это ужасно. Можно выделять различные группы когнитивных искажений. Например, социально обусловленные искажения. Эффект большинства. Человек – существо коллективное. Нам нравится быть как все. Даже если мы сами это не всегда осознаем. В ситуации, когда приходит время массово выбирать победителя или фаворита, индивидуальное мышление уступает место групповому. По этой причине политики не любят опросы. В них налицо эффект подражания, который отвечает за распространение форм поведения, социальных норм и идей среди групп людей, вне зависимости от того, какие мотивы или основания есть у этих людей. Отрицание вероятности. Люди не в состоянии правильно оценить риск или опасность того или иного события, занятия. Так, например, автокатастрофы имеют вероятность 1 к 84. Катастрофы самолетов – 1 к 5000. Но последних боятся больше, чем первых. Эффект ложного консенсуса. Бессознательно мы склонны полагать, что другие мысли точно так же, как мы. Мы уверены, что большинство окружающих разделяют наши убеждения, даже если у нас нет для этого никаких оснований. Проецировать свой способ мышления на других людей очень легко, но крайне трудно научиться проецировать на себя мысли и взгляды других людей. Это когнитивное искажение часто приводит к эффекту ложного консенсуса. Например, члены террористических организаций склонны преувеличивать число своих сторонников. Эффект привязки или эффект якоря. Форма когнитивной предвзятости, заставляющая людей сосредотачиваться на первой доступной информации – привязке, данной им при принятии решения. Это явление особенно влияет на решение относительно числовых значений, таких как, например, ценообразование, подобно эффекту кадрирования. То, как представлено значение привязки, может повлиять и на решение клиента о покупке. На текущем слайде показано многообразие причин и видов когнитивных искажений. Поскольку нашей задачей является только общее описание проблем, не углубляясь в эту тему, подведем некоторый итог. Когнитивные ошибки неизбежны. Они ведут к искажению реальности, являются причиной неразумных оценок, выводов, решений и поступков. Мы ошибаемся в том, как думают другие. Нам кажется, что другие думают так же, как мы, оценивают события так же, как мы. Когнитивные ошибки ведут к коммуникативным провалам, эффектам, показывающим, что намерение говорящего улучшить информацию о предупреждении не достигли своей цели. Это возможно, например, в ситуации, когда вместо ответа на вопрос звучит не сообщение информации, а встречный вопрос или ответ на другой вопрос. Основная задача в том, чтобы улучшить нашу способность узнавать когнитивные искажения. Поскольку умственная работа проходит скрыто, то следует обращать внимание на условия и обстоятельства возникновения ошибок. Следует распознавать ситуации, в которых возможны ошибки. Они, как правило, стандартные, и стараться избегать их. Каннеман отмечает, что у нас получается лучше увидеть ошибки других. Со временем можно будет научиться узнавать ошибки у себя. Определенные тренинги помогут в этом. Приведу пример еще одного значимого когнитивного искажения при переводе, которое коснулось нас всех и продолжает оказывать влияние на наши оценки в значимой области. Речь идет о понятии искусственный интеллект, теме которой маркирован наш межфакультетский курс. Термин «artificial intelligence» родился в 1956 году, как отражение того наивного оптимизма начального периода. Ко большинству энтузиастов казалось, что до создания искусственного интеллекта почти рукой подать. Термин был предложен организатором Дартмутского семинара Джоном Маккарти, который таким путем хотел выделить эту сферу и связанной с ней кибернетики. Маккарти признал, что название никому не нравилось, поскольку целью было создание настоящего, а не искусственного интеллекта. Но для обозначения новой темы и запроса финансирования для нее необходимо было новое название, и таким образом это словосочетание было запущено в жизнь. Из примеров наивного взгляда на решение задачи искусственного интеллекта могут служить представления одного из большой четверки участников Дартмутского семинара, Марвела Минского, вручившего своему аспиранту видеокамеру и компьютер, чтобы он за лето составил программу по распознаванию изображений. Задача, которой специалисты занимаются до настоящего времени, и на сегодня нельзя считать ее окончательно решенной. К тому же возникает проблема семантического значения понятия Artificial Intelligence при переходе к русскому языку. В английском языке это словосочетание не имеет столь антропомощной окраски, которую оно приобрело в традиционном русском переводе. Слово Intelligence в используемом контексте скорее означает умение рассуждать разумно, а вовсе не интеллект, для которого есть английский аналог Intellect. К дефиниции энциклопедической статьи Homo sapiens добавляется пояснение, стремление человека постигать окружающий мир, его явления и их влияние на жизнь, привели к возникновению науки и технологий. Для уточнения семантики слов, используемых в распространенном определении «человек разумный» и которые важны в ходе нашего курса, нам придется обратиться к нескольким философским понятиям. Вероятно, это принесет наибольшую пользу при включенном режиме системы 2. Разум. Из латинского «ratio». Философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности, способность мыслить вообще, способность анализа, абстрагирование и обобщение. По смыслу соответствует латинскому слову «intellectus» – понимание. Качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению на основе опыта, понимания и применения абстрактных концепций, использования своих знаний при взаимодействии с окружающей средой. Определим также смысл понятий, входящих в дефиницию слова «разум», имеющих прямое отношение к предмету нашего курса и постоянно нами неосознанно используемыми в процессе получения знаний. Анализ. Из древнегреческого «разложение-растворение» философии в противоположность синтезу анализом называют логический прием определения понятия, когда данное понятие раскладывают по признакам на составные части, чтобы таким образом сделать его познание ясно в полном его объеме. Абстракция. От латинского «abstractio» – отвлечение. Процесс отвлечения и абстрагирования от тех или иных характеристик объекта для их избирательного анализа. При этом наблюдаемый объект замещается его идеализированным теоретическим образом – абстрактным объектом. Абстракции являются универсальным методом научного познания. Они необходимы для формирования понятий, узнавания и классификации объектов исследования на всех уровнях формирования знаний. Обобщение понятий. Логическая операция, посредством которой в результате исключения видового признака получается другое понятие, более широкого объема, но менее конкретного содержания. Форма превращения знаний путем мысленного перехода от частного к общему в некоторой модели мира, что обычно соответствует и переходу на более высокую ступень абстракции. Результатом логической операции обобщения является гипероним – слово с более широким значением, выражающее общее родовое понятие, название класса, множество предметов, свойств, признаков. Знание. Осведомленность или понимание чего-либо, которое можно логически или фактически обосновать и проверить опытом или практически проверить. Говоря о знании, чаще всего подразумевают отражение действительности в сознании человека. Объект. От латинского objectum – предмет. Философская категория, обозначающая вещь, явление или процесс, на который направлена предметно-практическая, управляющая и познавательная деятельность субъекта – наблюдателя. При этом в качестве объекта может выступать и сам субъект. Субъектом может быть личность, социальная группа или все общество. Знания, в отличие от данных и информации, о которых мы много будем говорить в этом курсе, субъектны, принадлежат именно вам, субъекту, и, например, чтобы поделиться ими, вам придется проделать с ними несколько операций, называемых моделями обработки знаний. Таких моделей четыре, и в курсе мы их рассмотрим подругой. Понятие. Отображенное в мышлении единство существенных свойств и связи предметов – мысль, выделяющая и обобщающая предметы, объекты некоторого класса по общим и в своей совокупности специфическим для них признакам. Таким образом, в нашем случае, слушатели курса являются группой субъектов, пытающихся получить знания о свойствах и признаках объекта, понятия инженерии знаний. Важным моментом в разделе «Инженерии знаний», называемом «онтологией», является понимание различия между словом, знаком и понятием, которые обычно у нас смешиваются. Наряду с понятием знания в современной науке широко используется понятие информация. Информация понимается как сведения, данные, об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состояниях, которые воспринимают информационные системы. Если знания проникают в суть вещей, то информация свидетельствует о них, отражая соответствующие фрагменты мира. Среди этой информации есть настоящее знание, обоснованные мнения, суждения. Однако, как и всякое отражение, информация содержит искажения, домыслы, слухи и толки, мнения и поверхностные суждения. Кроме того, в море информации немало сознательно фабрикуемой лжи, и во многих случаях человек не в состоянии проверить достоверность воспринимаемых сведений. Сама по себе любая информация, в том числе учебная, имеет статус временного приобретения, с которым, однако, можно многое делать. Ее можно продавать, покупать и воровать, накапливать и складировать в кратковременной памяти, или в копипастах, обменивать на отметки или свободное время, и совершенно безболезненно забывать. Информация дает внешнее, поверхностное и зачастую нерелевантное представление о сложных процессах и явлениях. Поэтому она недостаточно актуализирует развитие познавательных процессов и личностных новообразований. На основе только информации нельзя мыслить. Мышление, опирающееся лишь на сведения, поражает его симулякры. Кроме того, информация, в отличие от знания, подвержена быстрому распаду, так как психически не интегрирована деятельностью мышления. По этой причине информация не обеспечивает формирование действий, которые всегда обусловлены знанием, их функционально оформляющим. Потолок ее возможностей, отдельной операцией, простейшие алгоритмизированные умения, обобщение и систематизация исследовательских материалов, позволяют выявить сравнительные характеристики знания, и информации, представленные на слайде. Проведенное сопоставление знаний и информации показывает, что главной особенностью знания выступает его неотделимость от человека и его самостоятельного мышления. Эта особенность обуславливает возможность развития глубинного, систематизированного и целостного знания, как главной составляющей нашего сознания. Информация же, передаваемая и воспринимаемая извне, в определенной мере социально программирует мышление, приучает человека к поверхностным представлениям и суждениям и отчуждает его от научных способов приближения к истине. Медленная и трудная работа рефлектирующего мозга замещается скоростной переработкой больших объемов информации в соответствии с алгоритмом, принял, обработал, выдал практический результат. Все неукладывающееся в эту прагматичную схему объявляется ненужным, непонятным, неэффективным и несовременным. Так же, как и знание, информация может существовать в объектные информационные ресурсы и субъектные актуальные сведения, находящиеся в кратковременной оперативной памяти формах. В нашем сознании знания и информация присутствуют одновременно и участвуют в решении практических и теоретических проблем, в дополнении и исправлении индивидуальной картины мира. Но при этом их значения различны. Так, у человека, знающего или углубленного, например, ученого, погруженного в процесс решения научной проблемы, знаниевый компонент сознания играет определяющую роль в обдумывании и принятии решений. Но для весьма информированного интернет-аборигена расширенной личности познание существует как усвоение конкретной информации, образов и готовых решений, выработанных некими компетентными субъектами. Доминирование информационной составляющей сознания обусловливает плохое понимание сути явлений и их причинно-следственных связей, совершение ошибок при решении учебных и житейских проблем. Знаниевые и информационные компоненты сознания находятся в сложных отношениях к взаимодействию и взаимообусловленности. Знание лежит в основе восприятия и фильтрации информации, а информация участвует в создании знания и в ряде случаев инициирует его рост. Информация будет задействована в формировании, уточнении и обогащении знаний, если она будет осмыслена, понята, отрефлексирована, связана с жизненным опытом человека и ранее усвоенным материалом, применена к разрешению стандартных и проблемных ситуаций. Нередко случается и обратный процесс. Знание может превращаться в информацию посредством его дробления, инструментализации, ситуативности, снижению уровня фундаментальности, избыточной прагматизации и узкой направленности применений. Для понимания процесса освоения человеком знаний требуется разобраться со сложным и изменяющимся понятием, называемым картиной мира. Что это? Описание общего представления мира обществом или частное представление о мире каждого человека? К сожалению, и то, и другое. Вновь язык, который на настоящий момент является единственным инструментом освоения знаний, приводит нас к неопределенности. Семантическое поле понятия картины мира широко и границы его подвижны. Это следует учитывать, чтобы избежать когнитивных ошибок. Многозначен терминологический статус понятия картины мира, его отношение к производным картинам мира, религиозной, мифологической, художественной, научной, а также вопросу допустимости синонимии картины мира, модели мира, образы мира в различных дисциплинах. Антропоцентризм, ставший в 20 веке основным вектором развития многих наук, привел к обновлению их категориального аппарата терминами и понятиями, статус которых до сих пор трактуется неоднозначно. Одним из таких элементов, содержание которого продолжает интуитивно варьироваться исследователями в силу сложности разграничения в нем субъективного и объективного компонентов, является картина мира. В некоторых сферах науки она осталась понятием, в других используется и как понятие, и как термин. Как правило, автором термина называют философа Людвига Вигенштейна, который в 1918 году в логико-философском трактате говорил о картине мира или картине действительности. В начале XX века слово сочетания картины мира встречается и в работах филологов, философов, культурологов и антропологов, а также представителей естественных наук. В их работах о картине мира традиционно говорится как об изображении, отражении, отображении, что свидетельствует о буквальном, непереносном значении, о ее понятийном статусе. Такое понимание обнаруживается преимущественно в естественных науках. Например, в физике это совокупность внутренних образов, внешних предметов, из которых логическим путем можно получать сведения относительно поведения этих предметов. В данном случае речь идет не о естественном формировании субъективных представлений об окружающем мире, а о логическом построении объективной, символьной, математической схемы мира. Единственное, что разделяет понятие картина, образ и модель мира, это то, что картина и образ мира формируются неконтролируемо, произвольно, а модель мира сознательное воспроизведение объекта оригинала теми или иными средствами. В существующих определениях языковой картины мира нет указанной выше синонимии, что позволяет предположить, что языковая картина мира термин. Мнения лингвистов по этому вопросу неоднозначны, рассмотрим некоторые из них. Под языковой картиной мира понимается зафиксированная в языке и специфическая для данного языкового коллектива схема восприятия действительности. Также языковая картина мира сложно организованное семантическое пространство. Также отраженное в языке и выраженное с помощью языка упорядоченное представление об устройстве окружающей реальности. И, наконец, часть концептуального мира человека, который имеет привязку к языку и преломлена через языковые формы. Подводя итог, можно сказать, что языковая картина мира, система, фиксирующая результаты работы это сознание, но не самостоятельное пространство, так как язык не может создавать отдельного от человеческого сознания мира. Он сам по себе уже выражает человеческий мир как форму отражения объективного мира. Между картиной мира как отражением реального мира и языковой картиной мира как фиксация этого отражения существует сложное отношение. Границы между ними кажутся зыбкими, неопределенными. Попытаемся увидеть различия между картиной мира и языковой картиной мира. Мир – это человек и среда в их взаимодействии. Отражение мира в сознании, представление человека о мире, информация о среде и человеке – это картина мира. Информация о среде и человеке, переработанная и зафиксированная в языке – это языковая картина мира. Носителем как картины мира, так и языковой картины мира выступает человек, языковая личность. Познание человеком объективной реальности состоит создание картины мира. Существует столько картин мира, сколько имеется наблюдателей, контактирующих с миром. Виды знаний, являющихся источниками формирования индивидуальной картины мира, по версии лингвиста Валерия Вениаминовича Марковкина. Следующий. Врожденное знание. На уровне врожденного знания человек не отличается от животного. Знание, полученное человеком в результате его практической деятельности. Опыт взаимодействия человека с природой и социумом. Знание, полученное из текстов, с которыми человек знакомится на протяжении своей жизни. Знание, выработанное в процессе мышления. Знание, внушенное родным языком, когнитивное наследство, предоставленное ей этносом стартовый капитал. Картина мира человека формируется на основе всех вышеперечисленных источников. Информация о мире получается по различным каналам. Языковая же картина мира основана только на знании, внушенном родным языком, его единицами и категориями. Однако, следует учитывать, что любое знание, которым обладает языковая личность, в той или иной мере, обусловленной языком. Сильное различие участников коммуникации в картинах мира мешает информационному обмену и препятствует процессу передачи знаний. В некоторых случаях значительные различия могут приводить к конфликтам. В качестве примера приведу отрывок из повести Лазаря Лагина «Старик Хаттабыч». Поскольку вероятно, что это произведение, входящее в картину мира моего поколения, отсутствует в картинах дополнительную информацию о произведении и эпизоде, о котором пойдет речь. «Старик Хаттабыч» повесть сказка о приключениях мионера Вольки Костылькова, обнаружившего кувшин, просидевшим в нем три с половиной тысячи лет джинам по имени Гасан Абдурахман Ибн Хаттаб. Благодарный своему спасителю, Хаттабыч начинает служить ему, творя всевозможные чудеса. В цитируемом эпизоде речь идет о помощи Вольки при сдаче экзамена по географии. «По географии», — — вскричал старик и торжественно поднял свои иссокшие волосатые руки. «Тебе предстоит экзамен по географии? Знай же, о, изумительнейший из изумительных, что тебе неслыханно повезло, ибо я больше кого-либо из джинов, богат знаниями по географии, я, твой верный слуга, Гасан Абдурахман Ибн Хаттаб, мы пойдем с тобой в школу, да будет благословенно ее фундамент и крыша. Я буду тебе незримо подсказывать ответы на все вопросы, которые будут тебе заданы, и ты прославишься среди учеников своей школы и среди учеников всех школ твоего великолепного города». Наконец Волька решился, взял первый попавшийся билет. Медленно, медленно, пытая свою судьбу, раскрыл его и с удовольствием убедился, что ему предстоит отвечать про Индию. Как раз про Индию он знал много. Он давно интересовался этой страной. «Ну что ж», сказал директор, «докладывай». Начало билета Волька даже помнил слово в слово по учебнику. Он раскрыл рот и хотел сказать, что полуостров Индостан напоминает по своим очертаниям треугольник, что омывается этот огромный треугольник Индийским океаном и его частями, Аравийским морем на западе и Бенгальским заливом на востоке, что на этом полуострове расположены две большие страны Индии и Пакистан, что населяет их добрый, миролюбивый народ со старинной и богатой культурой и так далее и тому подобное. Но в это время в соседнем классе Хаттабыч прильнул к стенке и трудолюбиво забармотал, приставив в корту ладонь трубкой. Индия, о, высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными пустынями, ибо на восток от нее не живут ни звери, ни птицы. Индия очень богатая страна и богата она золотом, которое там не копают из земли, как в других странах, а неустанно день и ночь добывают особые золотоносные муравьи, каждый из которых величиной почти с собаку. Они роют себе жилище под землею и трижды в сутки выносят оттуда на поверхность золотой песок и замородки и складывают большие кучи. Но горе тем индийцам, которые без должной сноровки попытаются похитить это золото, муравьи пускаются за ними в погоню и, настигнув, убивают на месте. С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают пляшивые люди. И мужчины, и женщины, и взрослые, и дети все пляшивы в этой стране и питаются эти удивительные люди сырой рыбой и древесными шишками. А еще ближе к ним лежит страна, в которой нельзя ни смотреть вперед, ни пройти вследствие того, что там в несчастливом множестве рассыпаны пелья, пельями, заполненные там воздух и земля, они-то и мешают видеть. Постой, постой, Костыльков, улыбнулся чикнице географии. Никто тебя не просит рассказывать о взглядах древних на географию Азии. Ты расскажи современные научные данные об Индии. То, что я имел честь сказать тебе о воскочтимой Варваре Степановне, основано на самых достоверных источниках, и нет более научных сведений об Индии, чем те, которые только что с твоего разрешения сообщил тебе. С каких это пор ты, Костыльков, стал говорить старшим ты? Удивилась учительница географии. И прекрати, пожалуйста, отвечать не по существу. Ты на экзамене, а не на костюмированном вечере. Если ты не знаешь этого билета, то честнее будет так и сказать. Кстати, что ты там такой наговорил про земной диск? Разве тебе не известно, что земля — шар? Известно ли Вольки Костылькову, действительно, члену астрономического кружка при московском планетарии, что земля — шар? Да ведь это знает любой первоклассник. Но Хаттабыч за стеной рассмеялся, из Волькиного рта, как наш бедням и не старался сжать свои губы, сам по себе вырвался в высокомерный смешок. Ты изволишь шутить над твоим преданнейшим учеником. Если бы земля была шаром, воды стекли бы с нее вниз, и люди умерли бы от жажды. А растения засохли, земля — удостойнейшая и благороднейшая из преподавателей и наставников, имела и имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекой, называемый океан. Земля покоится на шести слонах, а те стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир у учительниц. Обращаем внимание слушателей на то, что рассмотренный эпизод метафорически служит примером некачественной помощи плохо обученной системы искусственного интеллекта, на которой легко мысленно заменить в Катапыч. В общефилософском контексте категории знания его основанием и границам способом получения посвящено целое научное направление эпистемологии. Современная эпистемология исходит из объективных структур знания и рассматривает знания как истина. То есть слово знание по своей сути не может означать ложь. Кроме эпистемологии знания также являются предметом изучения в когнитивной психологии, лингвистике, генетике, этнографии. Каждая отрасль науки рассматривает определенные формы знаний. Например, этнография изучает формы знания архаических сообществ, лингвистика, язык как средство познания, трактуя их со своей специфической точки зрения. Таким образом, проблема установления сущности категории знания имеет междисциплинарный характер и подчеркивает необходимость выявления специфических характеристик, отличающих знания от других понятий, например, от информации. Проблема разграничения категории знания и информации обусловлена тем, что в научной литературе они часто используются как тождественные или подменяют друг друга. Так, в дисциплине инженерии знаний создаются базы данных, которые часто называют базами знаний, где, по сути, происходит хранение, кодирование и передача информации. Существует определение знания через понятие информации. Знание – это информация об окружающем мире и о самом человеке. Явное знание представляет собой информацию, которая воспринимается и осознается одинаково всеми субъектами, которым известна ее семантика, правила образования и преобразования. Подмена понятия информации понятием знаний происходит и в ситуации, когда говорится о таком процессе, как обмен знаниями. Основанием для такой подмены служит субъектная принадлежность знаний. В процессе коммуникации то, что человек знает, вербализируется. Но в этой форме оно уже будет ничем иным, как информация для собеседника. В свою очередь, если собеседник переосмыслит данную информацию, то она трансформируется в его знания. Таким образом, сам термин обмен знаниями, так же, как и обмен опытом, является скорее фигурой речи, нежели реальным процессом, поскольку сконцентрирован на информировании другого, сообщении ему своих взглядов, мнений, убеждений и не описывает реальных процедур формирования знаний, последовательную интеграцию новой информации в смысловую систему субъекта, процедуры понимания, усвоения, применения. Проблема разграничения данных понятий особенно актуальна для таких научных областей, как педагогика и педагогическая психология. В процессе обучения преподаватель объясняет, констатирует, рассуждает, комментирует, что же в результате передает преподающий, информацию или знание. Чтобы более точно понять различия между знаниями и информацией, обратимся к их определениям, которые отражают содержательные особенности данных понятий. Информация по своей природе объективна и существует независимо от человека. Знание не поддается транслированию подобной информации, оно носит личностный характер. Отсюда вытекает второе отличие знания от информации. Знание представляет собой результат осмысления человеком своего опыта. Данные это факты, информация это интерпретация фактов, знание персонализированная информация. Если же говорить о соотношении понятий информации и знания, то следует обратиться к распространенной в настоящее время модели, носящей название пирамида знаний. В данной модели понятия данные, информация, знания и мудрость представлены в виде иерархической системы, где каждый уровень является основой и дополнением к предыдущему. Принято различать понятия данные, информация и знания и схематично изображать их в виде пирамиды знаний. В некоторых источниках у пирамиды знаний есть еще четвертый самый верхний уровень мудрость. Раслаков, ученый в области исследования операций теории системы менеджмента предложил следующую иерархию данные, информация, знания, мудрость. В основании пирамиды находятся данные, база данных содержащая неупорядоченные символы, рассматриваемые безотносительно к какому-либо контексту. Уровень информация добавляет контекст, выделенная и структурированная часть базы данных, обработанная для использования, то есть отвечающая на вопрос кто, что, где, когда. Уровень знания вводит ответ на вопрос как, добавляя к информации механизм использовать. Уровень мудрость вводит ответ на вопрос когда, добавляя к знаниям условия использования. Мудрость взвешена оцененное понимание закономерности с точки зрения прошлого и будущего. Иногда между уровнями знаний и мудрость показывают уровень понимания. Это осознание закономерности содержащихся в разрозненных знаниях, позволяющее ответить на вопрос почему. Продвижение по уровням иерархии понятий от данных к мудрости не есть механическое суммирование данных, информации, знаний. Каждое из приведенных понятий является основой для последующего материала для получения элементов более высокого качества знаний. При этом, как считает Оков, первые четыре понятия имеют дело с прошлым или с тем, что уже известно, а мудрость касается будущего. Будем трактовать информацию как наиболее общее понятие, а данные знания как разные степени организации этой информации. Данные это получены эмпирическим путем и зафиксированные факты, характеризующие отдельные свойства объектов, процессов или явлений. Знания связаны с данными, основываются на них, но представляют результат мыслительной деятельности человека. Знания это результаты обобщения фактов и установления определенных закономерностей в какой-либо предметной области, которые позволяют ставить и решать задачи в этой области. Если рассмотреть переход от данных к знаниям с точки зрения уровня организации информации, то этот переход характеризуется все большим усложнением информационных структур и появлением многочисленных связей между ними. Часто используются такие определения знаний. Знания это хорошо структурированные данные или данные о данных или мета-данные. Современное представление об информации также позволяет ее разделить на три группы. Контент, слабо структурированная гетерогенная смесь, письма, заметки, фото, аудио и видеофайлы, интервью и т.д. Данные, упорядоченные таблицы, каталоги и прочее. Знания осмысленной информации. Для хранения данных используются базы данных. Для них характерны большой объем и относительно небольшая удельная стоимость информации. Для хранения знаний база знаний небольшого объема, но исключительно дорогие информационные массивы. База знаний основа любой интеллектуальной системы. Понятие мета-знания как знания о знании отчетливо выражено в изречении «Я знаю, что ничего не знаю», приписываемого древнегреческому философу Сократу. В некоторых цитатах встречаются в чуть измененной форме «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю». Сократ выяснял свою мысль так. Люди обычно полагают, будто они что-то знают, а оказывается, что они не знают ничего. Таким образом получается, что, зная о своем незнании, я знаю больше, чем все остальные, утверждал он. Казалось бы, в утверждении содержится логически противоречивое утверждение. Если человек ничего не знает, то он не может знать о том, что он не знает. Это своеобразная попытка сформулировать принцип познавательной скромности. Его можно наглядно представить следующим образом. Вообразим, что все наше знание это внутренность шара, а не знание внешность шара. Чем больше становятся наши знания, тем больше становится площадь поверхности шара, а следовательно наше соприкосновение с незнанием. Понятие мета выделилось из понятия метафизика, по-древнегречески буквально переводится то, что после физики. Физика трактат Аристотеля, в котором он описывает, как устроен мир, основанный на учении о четырех элементах, четырех стихиях. В трудах Аристотеля ведется речь об отношениях между этими стихиями, их развитии, как они воплощаются в явлениях природы. Первоначальное слово метафизика использовалось как обозначение сборника сочинений Аристотеля, не вошедших в его трактат физик. Спорник этих сочинений получил префикс мета-та, по-древнегречески расположенный после. Таким образом образовалось название метафизика, указывающее на изучение того, что лежит за пределами физических явлений, в основании их. Этот смысл термина и остался в общем сознании. Этимологическое значение метафизики в ходе истории значительно менялось. Термин, просуществовав более двух с половиной тысяч лет, оброс многими значениями, и невозможно принять какое-то одно из них в качестве основного. Понятие мета в качестве префикса получило абстрактное значение, означающее расположение вне пределах какого-либо явления или предметной области, дающие возможность взгляда на явление или предметную область со стороны или сверху. Наиболее известно автономное употребление этого термина Марком Цукербергом для обозначения своей цифровой платформы. Метазнание означает знание о знании. Помимо инженерии знаний используется в различных науках когнитологии, эпистемологии, философии, психологии, где в зависимости от контекста содержание понятия может варьироваться. Инженерия знаний дисциплина возникшая практически с момента возникновения хомо сапиенс. Разум заставил человека сразу озаботиться задачами сохранения и передачи знаний. Исследование человеческого знания так же старо, как и человеческая история. Еще в Древней Греции оно стало центральным предметом философии и эпистемологии. За долгий путь человечества, дисциплина, обеспечивающая разработку оптимальных инструментов и методов передачи знаний, менялась вместе с ростом коммуникационных возможностей человека. Инженерия знаний междисциплинарная наука. В настоящее время инженерия знаний играет главную роль в задаче создания модели искусственного интеллекта, которая направлена в сторону машинного обучения и нейронных сетей, оставаясь неоценимой в задаче к управлению знаниями, формировании структурированных баз знаний, а также разработке оптимальных инструментов и методик передачи знаний между носителями естественного интеллекта. В последнее время интерес знаний возрос не только со стороны теоретиков, социоэкономики, обративших внимание на его роль как ресурсы управления и власти, но и со стороны все увеличивающейся армии ученых, изучающих организацию промышленности, технологию и стратегию управления, теорию организации, которые также начали выдвигать теорию управления знанием. В 21 веке появляется понятие информационной инженерии, которое предполагает глубокое исследование возможностей новых информационных технологий с целью их использования при создании новых методов информационного обмена в обществе. Информационная инженерия широкое понятие, в которое входит использование современных инструментов цифровых технологий во многих направлениях, включая средства массовой информации, проектирование театральных спектаклей, массовых мероприятий, новых форм видеоконтента. Отдельной позицией в направлении информационной инженерии является использование информационных технологий управления знанием. Создание экспертных систем и методик для оптимального использования новых технологий в образовательных процессах управления знаниями занимает особое положение в связи со сложностью и значимостью предмета и носит название инженерии знаний. Таким образом, инженерия знаний нами рассматривается как подраздел информационной инженерии, которая, в свою очередь, входит в более широкое понятие системной инженерии. Инженерия знаний требует междисциплинарности, поскольку мы имеем дело с метазнанием, знания о знаниях. Технологии управления знаниями, владения инженерией знаний, требуют комплексных познаний как минимум в шести направлениях науки – философии, лингвистики, математики, информатики, психологии и педагогики. Мы в этом курсе приступаем к изучению невероятно сложного и важного предмета, поскольку именно в знаниях содержится могущество человека, общества и цивилизации. Возникшие в инженерии знаний понятия метазнаний являются фундаментальным применительно к экспертным системам, которые не только используют свою базу знаний такой, как она есть, но умеют на ее основе делать выводы, структурировать ее, абстрагировать, обобщать, а также решать, в каких случаях она может быть полезна. Для всякого разумного существа, в качестве которых могут выступать люди, организации общества или автономные роботы, понятие метазнания включает в себя правила, методы планирования, моделирования, обучения, инструменты концептуализации, которые осуществляют модификацию знаний о предметной области. Инструменты следующего уровня, процедуры, методологии и стратегии обучения, изменения характеристик предметной области представляют собой ее индивидуальные мета-метазнания. Зачем человеку нужно и чем полезно знание? Предлагаю каждому из слушателей найти свой ответ на этот вопрос. Ответы наверняка будут различны. Это одно из наиболее важных знаний, которые ведущие хотели бы, чтобы слушатели вынесли из этого курса. Понимание ответа на этот вопрос во многом определяет судьбу человека. К тому же можно предполагать, хотя и не безусловно, что именно за знанием наши слушатели пришли в университет, в стенах которого проходит наш курс. На слайде приведены два ответа чат-бота системы искусственного интеллекта Алиса. Первый раз получаем следующий ответ. Человеку нужны знания для того, чтобы успешно жить и развиваться в сложном и опасном мире. Подготовиться к выбору профессии, обучению в Бузе. Понимать других людей и находить с ними общий язык. Расширять кругозор и ясно выражать свои мысли. Изучать природу и ее законы. Понимать окружающий мир во времени и пространстве. Развивать мышление, воображение и сообразительность. Становиться умнее и развивать свой мозг. Вторая попытка с просьбой о лаконечности дала следующий результат. Знания нужны человеку для его личного прогресса. Они помогают быть нужным, востребованным, уважаемым, а также дают возможность уважать самого себя. Знания делают человека умнее, сильнее, открывают новые возможности и позволяют двигаться вперед в развитии. Третья попытка. Знания нужны человеку для успешной жизни, развития и адаптации в обществе. Уточнение понятия успешной жизни от Алисы таково. Успешная жизнь – это процесс достижения поставленных целей, саморазвития и самореализации в обществе. Развитие предполагает приобретение новых знаний и навыков, опыта, а адаптация в обществе подразумевает интеграцию в социальную среду, принятие ее нормы ценностей. Мне представляется, что мы были бы вправе ожидать более лаконичной и струйной формулировки, но пока это недостижимо. Это подтверждает утверждение о том, что системы искусственного интеллекта на сегодня представляют собой так называемый слабый интеллект. Вряд ли набор фраз каждого из предложенных ответов с пересекающейся семантикой нас может полностью удовлетворить. Можете ли вы сформулировать свой ответ лаконичнее и точнее? Предлагаю слушателям попробовать. Предложу свой ответ, который, возможно, вызовет несогласие и потребует уточнения, но каждый должен попробовать ответить на него для себя. С момента осмысленного существования человеку в течение всей жизни приходится решать возрастающее число усложняющихся задач. Для оптимального решения этих задач требуется обладание знаниями. При этом, чем в большем числе предметных областей субъект владеет знаниями и чем лучше они взаимоувязаны в его голове, тем более оптимальным будет решение каждой из задач. От качества решения каждой задачи часто зависит дальнейший жизнь человека. Подчеркну слово оптимального, оно важно. Для освоения нового понятия, перевода его из области информации в область знания, человек должен вписать его в свою картину мира и найти новому понятию места, исходя из его взаимосвязи с другими понятиями, которые уже включены в индивидуальную картину мира. Поскольку у каждого человека своя неповторимая картина мира, то и место, занимаемое в ней каждым понятием, определяется индивидуальной картиной мира данного человека. Вписывая каждое новое понятие в свою картину мира, человек фиксирует свое знание о нем, формируя его отношения с понятиями, уже имеющие свое место в этой картине мира. Знание, в отличие от информации, которая ничья, до момента ее превращения в знание конкретного человека, является персонифицированным и индивидуальным. Ключевой задачей дисциплины инженерии знаний является создание применения методов и средств, способствующих переходу информации в знание. Французский ученый-философ и писатель Блес Паскаль еще в XVII веке заметил «Я пишу длинно, потому что у меня нет времени написать коротко». В этом, на первый взгляд, парадоксальном заявлении глубокий смысл, потому что небрежность и беспомощность автора обычно приводят к многословию, а краткость и ясность формулировок достигаются в результате напряженной работы со слогом. Смысл выражения – для составления краткого, логичного и содержательного текста и, соответственно, предварительного его обдумывания нужно гораздо больше времени, нежели для простого фиксирования на бумаге или произнесения вслух всех мыслей, которые приходят на ум, по тому или иному поводу. В последнем случае многословие неизбежно. Помимо времени, требуемого для составления качественного текста, результат будет зависеть от уровня интеллекта составителя и богатства его картины мира. Для примера возьмем ответ чат-бота искусственного интеллекта Алиса на вопрос, который нас интересует в данном курсе «Зачем человеку знание?». Несмотря на высокую скорость получения ответа, как мы помним, качество и четкость формулировки нас вряд ли устроило. Нельзя отрицать, что ответ был получен, но где же экономия мысли, о которой говорила Эйрштейн? В любом случае можно зафиксировать, что ответ дан спустя рукава, в нем перемешаны понятия разных уровней и отсутствует стройность построения. В чем же проблема? Мы так надеялись на мощь искусственного интеллекта. В чем же дело? Дело в том, что Алиса относится к категории слабых искусственных интеллектов, как и многие другие сильно разрекламированные. Гораздо лучше смотрится изречение мыслителей, зафиксированное многое, каков назад, например, Фрэнсиса Бэкона «Знание – сила». Как уже было сказано, в последнее время интерес к «Знанию» возрос не только со стороны теоретиков в социоэкономике, обративших внимание на его роль как ресурс управления и власти, но и со стороны всеувеличивающейся армии ученых, изучающих организацию промышленности, технологию и стратегию управления, теорию организации, которые также начали выдвигать теорию управления знанием. В информационном обществе появляется понятие информационной инженерии, которая предполагает глубокое исследование возможностей новых информационных технологий, сцене их использования при создании новых методик информационного обмена в обществе и новых видов коммуникации. Информационная инженерия – широкое понятие, в которое входит использование современных инструментов цифровых технологий во многих направлениях, включая средства массовой информации, проектирование театральных спектаклей, массовых мероприятий, новых форм видеоконтента. Отдельной позицией в направлении информационной инженерии является использование информационных технологий в управлении знаниями. Создание экспертных систем и методик для оптимального использования новых технологий в образовательных процессах в управлении знаниями занимает особое положение в связи со сложностью и значимостью предмета и носит название инженерии знаний. Таким образом, инженерия знаний нами рассматривается как подраздел информационной инженерии. Знания нужны человеку не только для решения производственных и научных задач, но и в быту, в повседневной жизни, которая становится все сложнее. Междисциплинарные знания обеспечивают оптимальную постановку и решение задач, которые постоянно ставятся человеку в жизни. Суть дисциплины информационного инженерия, по моему мнению, выражает известная фраза из монолога Жака из комедии Уильяма Шекспира «Как вам это понравится?» Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры, у них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Для слушателей нашего курса у меня вопрос, какой смысл в этом тексте передает фраза «В нем женщины, мужчины, все актеры», которую многие в настоящее время опускают. Я дам ответ на следующем семинаре, если никто из слушателей до этого времени не даст ответ. В этом курсе мы не рассматриваем дисциплину информационной инженерии, помогающей каждому человеку в решении задач, возникающих в процессе жизни, используя информационные ресурсы для создания оптимальных условий, для успешного продвижения людей, организации идей, продуктов. Здесь важное значение имеет прилагательное «оптимальных». В информационном обществе появляется все больше инструментов для управления формированием картины мира, как для отдельных людей, так и для общества. Для правильного использования этих инструментов важно их изучить, а также представлять их онтологическую взаимосвязь. А это уже относится к дисциплине инженерии знаний. Поэтому мы отмечали, что это две плотно связанные дисциплины, но при этом информационная инженерия охватывает гораздо большее поле предметных областей. Следует также обратить внимание на то, что с начала XXI века, после вхождения системы искусственного интеллекта в систему информационного обмена, включавшую до начала этого процесса только носители естественного интеллекта, требует значительного пересмотра теории и практики дисциплины информационной инженерии. Использование инструментов информационной инженерии всеми нами широко практикуется, но, как правило, неосмысленно. В это понятие в повседневной жизни входит выбор одежды, структура разговорной речи, ее скорости, речевые обороты, жесты и логическое построение текста, запахи и многое другое, позволяющее влиять на мнение участников коммуникации. В публичном, аналоговом и цифровом пространстве имеет значение выбор информационных источников, взаимоувязанность информации, размещаемой в СМИ, выбор визуального и звукового сопровождения, формирование цифрового образа первичного источника информации. Приведу простой литературный пример из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе, но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж какой народ эти взрослые! К счастью, для репутации астероида Б-612 турецкий султан велел своим подданным по страхам смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде, и все с ним согласились. В данном примере одежда выступает в роли элемента информационной инженерии, но большое число других факторов влияет через информацию, поступающую в мозг человека, от пяти органов чувств на решение и построение индивидуальной картины мира каждого отдельного человека, а через него на общую картину мира, принимаемую обществом. Знания о правильности использования методик и инструментов, формирующих информационные потоки, влияющие на картины мира различного уровня, относятся к дисциплине информационной инженерии. Но это тема другого курса.